Мы в Тверской области, в маленьком городке Пена. Вот эти прекрасные пейзажи станут отличным фоном для первого этапа чемпионата России по классическому ралли. Несмотря на вездесущий кризис, организаторам удалось подготовить потрясающую трассу. Отличные спецучастки с перепадами высот, сложные повороты, идеальное зимнее покрытие. Нужно сказать, что повезло и с погодой. Легкий морозец накануне превратился в настоящий мороз в день гонки. Несмотря на то, что зрителей из-за этого поубавилось, организаторы все равно этому были рады. Ведь с нашим непредсказуемым в последнее время климатом нередко зимние этапы превращались в непонятно что. Пилотам приходилось колесами месить кашу, но на этот раз условия для ралли были идеальными. Правда, некоторые проблемы с покрытием все-таки возникли. Но об этом позже. Год назад в Пена в лидирующей группе была жесточайшая борьба. Тогда победил Александр Желудов на Субару, совсем чуть-чуть опередив Евгения Новикова. На третью ступеньку подиума поднялся Александр Никоненко на Митсубиси. Четвертым стал Жигунов. На этот раз трассу серьезно сократили в дистанции. В целях безопасности убрали опасные трамплины. Но тем не менее, по конфигурации она стала еще интереснее. Своими впечатлениями по поводу прошлогоднего ралли Пена поделилась Анна Башмилева, штурман Александра Никоненко. Собственно говоря, трасса все равно остается быть быстрой в любом случае. Просто на самом деле все заключается в количестве ошибок, которые ты делаешь. Много было ошибок? Ну, было несколько помарок на самом деле, но тем не менее, это нам не повредило. А самый яркий спецучасток какой? Наверное, это был восьмой, он же четвертый в одну сторону и восьмой в другую. Он был не такой длинный, но тем не менее, он такой очень закрученный был. И с точки зрения работы штурмана была достаточно сложна. Также в прошлом году была традиционная парная гонка. На этот раз ее тоже пришлось отменить, ведь организаторы придерживались однодневного формата. В уикенд получился более компактным, а значит, более легким для восприятия. Тем более, заморозы зрителей было значительно меньше, чем год назад. Итак, что нам ждать от ролейного сезона 2009? Самые быстрые пилоты прошлого года Новиков и Вертунов в этом году переключились на международные выступления. А у нас в чемпионате борьба за титул в самом главном полноприводном классе Н4 скорее всего развернется между Александром Желудовым и Андреем Жигуновым. То, что эта пара считается главными претендентами на титул, они доказали в Пене. Но выиграть ни один, ни другой не смог. Парадокс? Нет. Причем дело тут не в случайности. Просто чемпионат России по ралли носит статус открытого, а ралли Пена 2009 статус международного. А значит, в нем могут принимать участие экипажи из других стран. В прошлом году на последнем этапе чемпионата ралли Великие Луки в составе команды Успенский ралли Техника за рулем Субаро-Импрезы дебютировал чемпион Швеции Патрик Флодин. Он сходу выиграл этот этап, и команда решилась на долгосрочное сотрудничество с 24-летним шведом. Месяцем позже Флодин и его штурман Йоран Бергстен с первого раза выиграли этап чемпионата мира по ралли в зачете продакшн WRC. В этом же классе он поедет и в этом году, и в планах у команды выиграть мировой чемпионат. Ралли Пена – это для Флодина и Бергстена всего лишь тренировка и лишний повод отладить взаимодействие с машиной российской подготовки. Но заявлены они боевым экипажем. У Флодина было еще одно преимущество. Он имеет приоритет ФИА в категории Б, что дает ему возможность стартовать первым и, соответственно, пилотировать по чистой, еще не разбитой трассе. Флодин этим великолепно воспользовался и наголову разбил своих соперников. Таким образом, тандем Флодина команда УРТ выигрывает три гонки из трех. Потрясающий показатель. Главные соперники молодого шведа – Желудов, выступающий на импрезе предпоследнего поколения, и Жигунов на лансере «Эволюшн» поначалу не сильно отставали от Флодина. Но во второй секции швед как будто бы открыл еще какие-то утаенные до этого скоростные резервы и еще сильнее увеличил свое преимущество. На первой секции каждый из троих основных фаворитов абсолютного зачета записал на свой счет по одной победе на допе. Больше всех выиграл от этого Патрик Флодин, который оставил за собой первую позицию по результатам секции с отрывом от Андрея Жигунова с Игорем Терроганесянцем в целых 3,6 секунды. Хоть и номинальное, но лидерство. Оно могло бы быть еще более весомым, если бы на втором спецучастке экипаж не приложил свой автомобиль, а сугроб. Что, кстати, не помешало ему выиграть этот спецучасток. Партнером Флодина по команде был 14-ти кратный чемпион России по автомобильному спорту Сергей Успенский. Он провел гонку, как подобает чемпиону, на очень высоком уровне. За подиум побороться ему не удалось, но удержать четвертое место смог без проблем. Сергей Угер со своим штурманом Тимофеем Чикиным шел по трассе в приличном темпе и на финиш привез свою импрезу на пятом месте. Эстонец Каспар Койтла пилотировал Хонду Цивик, подготовленную по группе Р3. Что самое интересное, эстонец смог на равных бороться с полноприводной техникой. К сожалению, соперников в своем классе у него не было. Зачет Р3 лишился одного из трех экипажей еще до старта. На вазе Юрия Качмара обнаружено повреждение главной дуги каркаса и прилегающего к ней раскоса. Правда, количество машин в этом классе было восстановлено. Форд Фиеста Анатолия Шамаковского из Беларуси не соответствует требованиям зачета Р2 и переведем в зачет Р3. Но составить конкуренцию Хонда Цивика Каспару Койтле он не смог. В итоге Эстония шестой в абсолюте, а Беларусь лишь двадцать вторым. Р2 это один из самых интересных зачетов в нынешней гонке. Ведь здесь впервые в очной борьбе встречаются фавориты бывших классов Н3 и А6. Ведь регламент с этого сезона поменялся. Сложно было предсказать, кто из быстрых переднеприводников захватит лидерство. На первом спецучастке быстрейшим стал Алексей Шремет на Ситроэне Си-2. Его штурман Андрей Коноваленко. Однако на втором спецучастке его опередил давний соперник Игорь Даутов. Выступающий сегодня со своим старым штурманом Александром Шатуновым. Тоже на Си-2 в Ситроэне. Пока спортсмены штурмовали трассу, судьи развлекались, безрезультативно пытаясь преодолеть сугроб. Я же сказал, пусть трактор не уезжает. Национальная группа стартует теперь отдельным зачетом. Здесь разыгрывается не чемпионат России, а трофей РАВ. Что не делает борьбу здесь менее интересной. Тем более, что по итогам сезона награды получит только один экипаж, а не тройка, как в чемпионате. Самый интересный класс в трофее РАВ – это 4000H. Автомобили здесь очень близки по характеристикам с главным классом N4. Тут тоже стартует полноприводная техника, но на предыдущих поколениях машин. На финиш ралли Пена пришло три экипажа в этом классе. Два из них штурмовали трассу на Mitsubishi Evolution 6-го поколения, и один на Subaru Impreza, за рулем которого стартовал москвич Николай Кенсурашвили. Наше выступление получилось достаточно удачным. Мы финишировали первыми в своем классе. Единственное, к сожалению, так сказать, что класс у нас национальный, и по правилам Международной Федерации, а как вы знаете, эта гонка была международной, национальной класса, классы стартуют после основного канала, и, соответственно, за абсолют не борются. В маленьких трофейных классах, таких как 2000H и 1600H, победил Роман Беляев на раллийной десятке, и Андрей Богданов на стареньком Ситрайне Саксово. Первый же ДОП определил двух фаворитов в зачете 1600H, а Андрей Богданов и Евгений Куприянов закончили этот спецучасток с разницей в 0,7 секунды. Однако второй спецучасток сократил список лидеров этого класса в двое. Евгений Куприянов потерял здесь почти 18 минут. Вместе с участниками чемпионата России по ралли стартовали экипажи, представляющие Рено Логан Кап. И если в чемпионате России ралли Пена – это первый этап, то для кубка Рено Логан уже второй. Самым быстрым участником в этом зачете стал Алексей Ковальчук. Всего в Пена, не считая участников трофея, стартовало 47 экипажей, а финишировало лишь 31. Трасса оказалась очень скользкой, и львиная доля сходов пришлась на вылеты. Порой очень даже жесткие. Вот, например, вылет Бориса Зимина и его штурмана Евгения Живоглазова, которые ехали на автомобиле Митсубиси Лансер Валюши. Еще один лансер под управлением Александра Горелого вылетел с трассы на приличной скорости. Благо, в этом месте было куда вылететь, и снег был довольно мягким и глубоким. И все-таки, как выяснилось позже, эти повреждения не позволили Александру продолжить выступление. А это вот следы, то есть вот... Да, наши следы. Вот целиком, изначально? Да. А еще вопрос такой, повреждения какие-то, фатальные? Надеюсь, что нет, но пока не понятно. А вот Вячеславу Николаеву повезло меньше. Его «Ситроен Саксо», подготовленный по классу Р1, вылетел менее удачным для этого месте. Туда, где через буквально несколько метров начинаются деревья. Автомобиль, как и сам экипаж, пострадал не очень сильно. Но вытащить его из-за точения обратно на трассу стало большой проблемой. Спасательной службе пришлось пилить деревья. Еще более серьезной стала авария Вадима Лелюха. Его «Ситроен Си-2» подпрыгнул на легком трамплине, сделал несколько переворотов и улетел за пределы трассы. Сам гонщик и его штурман не пострадали. И Вадим даже позитивно прокомментировал ситуацию. Мы больше врали, мы не научились. Нет, нет, нет. Сейчас сделаем, поедем на следующий этап. Все замечательно. Проба пера. Открыли сезон. Были и технические проблемы. На втором спецучастке «Митсубиси-Лансер» Тимофея Воробьева и Дмитрия Сапегина отказался от дальнейшего сотрудничества. Фатальное разрушение мотора не позволило удачно начать сезон этому экипажу. Украинский экипаж «Сторчак» Волковишский, выступающий в классе «Р-2» на автомобиле «Форд Фиеста-СТ», не смогли добраться до финиша из проблем с электрооборудованием. Или ты его возьми на трос заведи, а мы того вытащим. Проще будет. На награждение жигунов и желудов были явно разочарованы, в отличие от немного скромного флодина. В общем, смело можно сказать, что старт сезона прошел успешно. И зрители, и сами участники получили огромное удовольствие от гонки в пенах. Конечно, и тех, и других было не так много. Но на все были причины. Борьба в этом сезоне обещает быть очень упорной. Возможно, Патрик Флодин поедет еще на нескольких этапах чемпионата России. А значит, те очки, которые он увез из пена, могут помочь ему в личном зачете. Следующий второй этап открытого чемпионата России и трофея «РАФ» «Лондон-Похья-2009» пройдет в Карелии с 4 по 7 марта в формате двух гоночных дней и будет включать в себя 10 спецучастков. «РАФ» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова